Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв, и сегодня у нас в гостях Олег Буров Ещё мэр или уже не мэр? Здравствуйте, как вас правильно представить? Олег Буров И всё До 12 часов мэр До 12 ночи Если мы говорим серьёзно Уже все документы Я поэтому и опоздал Немножко в студию к вам, потому что Последние документы подписал, всё сделал И всё Тяжело расставаться с должностью Нет, вы знаете Я как-то привык в своей жизни Что не надо привыкать К машине, к креслу Не надо привыкать Привыкать надо к семье Но ведь к хорошему привыкаешь быстро Это такой соблазн С одной стороны мы все понимаем о том, что привыкать не надо Но ведь привыкаем же К хорошему привыкаем Но вы знаете Весь этот Всё это время Я с 5 апреля был исполняющий обязанности мэра Когда отстранили Нила Ушакова И Ну всё это было такое Всё время была какая-то борьба Всё время были какие-то проблемы Поэтому сейчас 19 августа Меня утвердили Многим больше Ну полгода был мэром Ну тоже было всё время непросто Поэтому Будем говорить Что там к хорошему привыкают Ну это всё Поправимые дела Потом Сейчас нет времени сидеть И ностальгировать И думать Писать мемуаром Не точно Рано Я это не собираюсь сделать Поэтому Сейчас мы вступили Все, как вы уже видите Режане в предвыборную кампанию Через 2 месяца 25 апреля Пройдут выборы Поэтому тут сидеть Ностальгировать Или о чём-то вспоминать Нет просто времени Почему кстати Решили вступить в кампанию Вот вы как раз упомянули Что эти полгода Были достаточно сложными На таком шатком кресле Зачем вам это нужно? Ну вы знаете Вопрос Зачем 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 это нужно Я очень часто Себе задаю вопрос Как было бы хорошо Если бы я остался Директором департамента И работал там Да Ну так Оказалось Что меня попросили Стать депутатом Потом это пошли Председатели комитета Потом когда Андрей Самерикс Ушёл в отставку Он попросил меня быть На его месте Вице-мэром Потом Похожая ситуация С Нилом Ушаковым Ну и так всё это сложилось Получается что Вы это делали Потому что попросили Не ну что значит Потому что попросили Так сложились обстоятельства Обстоятельства складываются И ты это делаешь Но Ну как сказать Я не боялся И не боялся Взять на себя ответственность Я никогда не боюсь На себя Брать ответственность Но Но это Непростые дни Они интересные Но они непростые И будем говорить Я бы конечно Предпочитал Чтобы эти дни Были Полностью полны работы Реальных хозяйственных решений А не Политических интриг Ну вот это конечно Это конечно то Что в этой жизни Не хотелось бы Когда Многие процессы Они очень-очень Сильно политизированы И Когда О хозяйственных Вопросах Фактически Люди не говорят А говорят о своих интересах Для меня это было В известной мере Неожиданно И когда я говорю Что я готов К политическим компромиссам Но не к таким Да это так и есть Все-таки я Вы почти 10 лет Работали с Нилом Ушаковым И Наблюдая за этой ситуацией Как журналист со стороны Ведь 10 лет Плюс-минус Ситуация была стабильная Как только Ушаков Уходит в Европарламент Там происходит Отстранение должности И так далее И тому подобное Начинаются те самые интриги О которых вы говорили Что произошло? Я думаю Это было до этого Я думаю Что это было все время до этого Понимаете Эта система Она по ряду причин Она начала разрушаться То есть еще до всей этой истории С Тригосатексом С коррупционными скильями Я думаю Что Тригосатексом И все послужило этому началу Мы когда ушел В начале вице-мэр В отставку с должности вице-мэра Потом отстранили Ушакова Потом оба они ушли В Европарламент Эта система начала разрушаться Если мы говорим О проблемах блока В начале В 2013 году 38 депутатов В 2017 году С трудом Но 32 депутата И когда Немногим больше Чем полгода тому назад Четырех депутатов Исключили Из партии Согласия И сразу блок Стал 28 Было понятно Что уже все Эта система Начинает разваливаться То есть арифметика Арифметика Всему виной Абсолютно Ну как Не только виной Мы можем говорить Виной Скандала в Рига Сатексма Виной Те процессы Которые происходили В Рига С нами Пар Волны Но если мы говорим Об арифметике И говорим Несмотря на то Что эти скандалы Происходят Мы все вместе Едино И у нас арифметическое Большинство Это большинство Перестало быть И стало понятно Что надо договариваться Надо договариваться С кем Надо договариваться С бывшими Исключенными И Саскане Партнерами Потому что Естественно Ни консервативная партия Ни единство Ни национальное объединение Не хочет идти Вместе с Сасканей И с нами В одном блоке Это с той самой четверкой От колокол Значит нужно было Опять уговаривать четверку Четверку Уговаривать И партию согласия И четверку Которые только что Очень эмоционально Разошлись И поэтому На это ушло время Сесть за один стул И как я говорил Много раз Улыбаться друг другу И работать в одной команде Они в итоге не смогли Что показало В ближайшие месяца Появилась другая четверка Появилась другая четверка Но которая тоже Была очень связана Которые интересовали Конкретные Хозяйственные вопросы Или работодатели Этой четверки Интересовали Конкретные Хозяйственные вопросы В этом и есть проблема Что и одну И вторую четверку Представляли люди Которые были исключены Или перебежчики Из других партий За ними не стоят Политическая платформа Их интересуют Конкретно Какие-то Хозяйственные вопросы Которые нужно решать По заказу Каких-то там Бойцов невидимого фронта И поэтому В принципе Это было очень Стабильно Поэтому На все это существование Ну конечно И прессы И политологи Смотрели очень скептически Я тоже был Не исключение Ну в этом и есть Причина Если говорить О партии Согласия Они конечно Привыкли работать Под руководством Очень сильного Яркого лидера Это Нила Ушакова Это была система Которая была построена В Рижской думе Система была авторитарная Которая была построена В Рижской думе То есть Часть служит Риге Была тем самым Младшим партнером Который должен Я думаю Что пытались Все время показать Что мы Это Какая-то Сателлитная партия Младший брат Отчасти Это и понятно Потому что Всегда Мэр он главный Мэр он главный Естественно Главные идеи Генерировал И больше было Членов партии Согласия Чем ГКР Я думаю Что очень многие вещи Имел право Ветто И приостанавливал Андрис Америкс В данном И какой-то баланс Был власти Но У многих Это не секрет Партия Часть служит Риге Воспринималась То же самое Что с Аскани И почему Например Сейчас Тоже Появились плакаты Если потом Вот такие вопросы Список Бурова Да Это Посоветовали специалисты По пиару Пусть это будет Список Бурова Потому что Учитывая Мои узнаваемости Учитывая то Что показать Что Буров Не в партии Согласия Что он в партии ГКР Лучше делать так И поэтому Такое есть Это не отмания Величия Естественно Но список Ведь поредел Смотрите У вас 6 человек Покинули Нет Список не поредел Потому что Если мы говорим Об Андрея Каменецком Так уже давно Шла речь О том Что он Будет стартовать В одном списке Со своим отцом Потому что Это вполне логично Когда сын и отец Были в разных партиях Но в одном блоке А когда мы стартуем Отдельно Понятно Что он уйдет И об этом Шла речь Давно И он не был У нас в списке То есть вы готовились К этой потере Ну это было Абсолютно нормально Да То есть Так и должно быть Вряд ли это правильно Что отец и сын Стартует в разных партиях Да Госпожа Ирина Винник Давно уже сказала Что она не будет Уходиться с активной политики Госпожа Алдерман Один день говорила Что она будет Один день не будет Но учитывая Ее серьезный возраст Ну так Господин Степаненко Он Ну На самом деле Говорил Что уж там скрывать Я буду стартовать Там Где мне выгодно Поэтому было понятно Что он И по тому времени Сколько он проводил В партии согласия В их помещениях И учитывая Ряд других моментов Я не хочу Просто сейчас говорить Но было понятно Поэтому Это было абсолютно Не Не было никакого удивления Наоборот Ну даже честно Могу сказать Облегчение Но они ушли Хлопнув дверью И сделали заявление Это пиар-ход Это пиар-ход Сделать это театрально Написать всем заявление Ну поработали Ну что я могу сказать Да Я не хочу никого обвинять Я не хочу Ничего говорить Просто Понимаете День Федерации футбола В свое время На Когда-то Какой-то день рождения Подарила майку С их девизом Винс Мерки С вена команда Одна цель Одна команда Вот Я считаю Что это очень хорошие слова Конечно К нашей Сборной по футболу Было бы очень хорошо Чтобы у них это было Они бы Выступали хорошо Да Но Если говорить серьезно Это очень правильно Поэтому ты можешь Работать в команде Я считаю Командная работа Это самое главное Везде Да Не было команды Ну например Если говорить С этими людьми Ну и соответственные Цели тогда Отличаются Мы сказали Что мы готовы Работать Принимать Непопулярные решения Мы не готовы Идти на компромисс Любой ценой Я уже сказал Да Я мог Высидеть На своем кресле Соглашаться Со всеми Идти на какие-то Неприятные вещи Потом Когда Вы меня Радио Телевидение Пресса Спросили бы Я бы сказал Ну извините Так получилось Я не виноват Это наши партнеры Ну так Да Я бы Я не хотел так делать Я считаю Что у меня есть позиция Моих коллег Есть позиция Как нужно работать Мы должны меняться Мы должны меняться Я на это шел Я не был готов На компромиссы Да В этой ситуации Когда получается Что ты не можешь Доработать До 21 года Да Я считаю Что нужно идти Попросить заново Доверие Режан Я не боюсь На это идти То есть Роспуск Думы Вы ведь Сначала Не поддерживали А затем Вы в общем-то Помогли Я не поддерживал В плане мусора Я сейчас могу сказать Господин Куцев Господин Степаненко Степаненко У нас занимался Мусором С 15-го года И это в принципе Если будем говорить Так была Его ответственность И когда И мэр И вице-мэр Предыдущие Уезжали в Брюссель Они мне говорили Да Это ответственность Господина Степаненко Он курировал И процесс С Астеригой И совсем Но когда Все дело дошло До той критической точки Когда нам нужно было Просить на самом деле Ну чрезвычайную ситуацию В сентябре Но тогда его Рядом не было И я ничего Тогда это не знал Но я должен был В это во все дело Войти И этим всем заниматься Поэтому Что я хочу сказать По мусору Нет Кризиса нет И быть не могло Это ситуация выдуманная Но учитывая то Что мы дальше Я охотно считал В декабре Перед Рождеством Что мы должны Судиться Идти в Конституционный суд И у нас Я абсолютно согласен Я говорил и с лидером Партии Согласия Я не с Амурбановичем И полностью был согласен С ним Что мы можем Доработать до 21 года Но коль создалась Такая ситуация Что саму Саскань Отказалась работать Когда депутаты Не приходят на заседание Когда мы не можем Принять бюджет Когда это все Не было вариантов В этой ситуации Пойти Умышленно На роспуск Думы И нечего этого бояться И не надо Из роспуска Дум Устраивать трагедию Если я мэр Города Не пришел к вам Тут не жалуюсь И не плачу на жизнь Я смотрю на это С оптимизм Не надо бояться Но вы получается Использовали этот повод Который использовал В том числе Министерство регионального среды И сами с ним не согласны То есть Дума распущена Мы были распущены По причине трех заседаний Где не было Где не было Где не было Кворума Которые 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 стоят Вот как я говорю Бойцов невидимого фронта Серых кардиналов И работать на самом деле Надо думать Как выходить Из этой непростой Политической ситуации Как завоевывать Доверие рижан А не как Еще до 21-го года Успеть что-то себе хапнуть Вот это было Мое несогласие С определенными депутатами Потому что Учитывая что Агония в Рижской думе Продолжалась Несколько месяцев И попытки ее Распустить были раньше Почему нужно было Тогда Стражаться за эту думу Ведь все-таки Пуца не сразу удалось Распустить И добиться этого результата Эта игра стоила свечу Как вы считаете Я вам Говорю еще раз Пуца Распустил думу В начале декабря По причине мусора Это было абсолютно Политическое решение О том долго Не могли договориться Подержать Не поддержать Неправильное решение Это было абсолютно Неправильное решение То что произошло В начале года Когда Наши партнеры По блоку Начали бойкотировать Заседание комитетов Не принимать бюджет Отказались от этого Отказались от принятия бюджета Пытались его И им удалось Проголосовать против Рассмотрения бюджета На финансовом комитете Все это привело к тому Что все Дума не может Собраться Мы не можем Поменять коалицию Мы не готовы Идти с партиями Которые Ну Являются сейчас Работают в меньшинстве И в большинстве В государстве Свенутые Без консервативной партии Мы не готовы Идти Они тоже Не готовы Идти Потому что Они не принимали бюджет И получилась Патовая ситуация То есть В данном случае Ну да Не получилось Поэтому Надо Попробовать Все Сформировать Заново Вот история Все-таки С одной стороны Политическая С другой стороны Мы видели И наблюдали За этим Что она перешла Такую наличную Категорию Потому что Нил Ушаков Высказывался В том числе О вас Достаточно нелестно В частности Сказал о том Что звезды Порнобизнеса Порноктист Честнее Чем действующий мэр У вас Испортились Личные отношения С теми людьми С которыми Вы проработали Почти 10 лет Или это Я С господином Ушаковым Последний день Общался 30 декабря В прошлом году У нас был Вполне нормальный И адекватный разговор Договорились Встретиться 3-4 января После этого Он обещал Позвонить Не позвонил И в ответ Пошла Такая риторика Что я хочу сказать Я за все это время Не устраивал С ним Никакую дискуссию Я не хочу Говорить Я не хочу Отвечать Тем же Я не хочу Опускаться На этот уровень Да Поэтому В данном случае Просто я понимаю Что у Нила Ушакова Сдали нервы Сдали нервы И Я понимаю Сейчас процесс Очень трудный Для всех Я просто хочу Сказать радиослушателям Ну понимаете Если у человека Которому Место работы Брюссель Сдают нервы Тогда здесь Работать Тем более Непросто Да Но Вот и все Но это Действительно Такой личный Раскол То есть С людьми Согласия Вам теперь Сложно разговаривать В кулуарах Не официально Не перед камерами Можно ли говорить О том Что такая трещина На личном уровне Я не могу сказать Но госпожа Владова Которая В основном Представляет Интересы Только Ушаковой И в принципе Она начала Вот Это было ее Она в принципе У нас Инициатор Всего этого конфликта Потому что В то время Когда я на 4 дня Ушел в отпуск Она на самом деле Без согласования Со мной Приняла решение Назначение Якрина Исполняющим Бизнесом Директора Департамента Развития Когда я сказал Ну что ты делаешь Это уже со мной Не согласовано Она сказала Так надо С кем надо Согласовано Вот и все Я понял Что если я Не отменю Это решение То потом будут Следующие решения Которые она будет Вот так же Таким тоном Говорить И все Поэтому я уже Тогда понял Что на этом Ну все это Мероприятие Закончилось Почему это Она сделала Не знаю Но Нет большого Не буду продолжать А с кем надо Это с кем У вас есть предположение С кем это было согласовано Она сказала Что это было согласовано С тем с кем надо Знаете с кем Я думаю Что знаю Звонок из Брюсселя Звонок из Брюсселя А перед этим Я с Ушаковым Говорил о том Что это не надо делать Он сказал А перед этим Я говорил С самим же Господином Якориным Сказал Мы это пока не двигаем Да Ну Кому-то это нужно было Дальше было еще одно решение Которое должно было принять Отстранить Хотя бы на два месяца Директора департамента Сообщения Поставить туда Господина Морозова Который тогда был В зоопарке Да Это было тоже абсолютно Не юридически Нелогично Не все То есть Пытаться как-то решить Свои хозяйственные вопросы Вот свои личные вопросы Хозяйственные вопросы Не режа на свои личные Таким образом Ну Ну так не делается Ну это слишком Ну это слишком Глупо Мелко Поэтому Ну с этой точки зрения Да Ну если мы например Говорим о партии согласия В воскресенье Вчера звонил господин Севастьянов Доктор Севастьянов Член правления первой больницы Ну вот еще депутат Саскань До сегодняшнего дня И попросил прийти Посмотреть Как там происходит Ремонтная работа В их корпусе Где состоится Самый большой в Балтии Реабилитационный центр Этот проект я начинал Еще работая В департаменте имущества Директором департамента Председателем комитета Потом Поэтому я к нему обязательно Будучи уже В статусе безработан Но его друга Соратника Да я приду Посмотрю Поэтому Я думаю Что такие личные отношения Я бы очень хотел Чтобы они остались Потом Никогда не надо Сжигать мосты Никогда не надо Говорить Ну так красочно Как сегодня заявлял Господин Степаненко Ну можно все это говорить Но ты же не знаешь Что будет завтра У меня красных линий нет Небольшой перерыв Потом вернемся И продолжим Олег Буров У нас сегодня в студии Оставайтесь с нами Во второй части Мы начнем принимать ваши звонки Мы продолжаем Эта программа Встретились Поговорили Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И в гостях у нас Еще мэр Риги Олег Буров Еще 6,5 часов До 12 часов Олег Буров Исполняет Обязанности мэра Как мы знаем Сегодня Президент Эггел Слевец Провозгласил Принятый Сеймом В трех Чтениях Закон О распуске Рижской думы И соответственно Через 6,5 часов Вы станете Безработным Так это правильно звучит Да так точно У нас много звонков Давайте их принимать Надевайте наушники Здравствуйте Как вас зовут Добрый вечер Да Задавайте вопрос Пожалуйста Я хочу спросить У господина Бурова Как же так Могло получиться Что вы Господин Ушаков Господин Амерев Господина Госпожа Владова Развалили коалицию И отдали Ригу Так будем говорить Словами Национально настроенных Депутатов Сейба Они мечтали Ее взять Они ее Можно считать Взяли Голыми руками Благодаря вам Четверым Четверым Которые не сумели Организовать 32 человека Для того Чтобы работать А не базарить Там Кто прав Кто виноват Да вопрос задавайте Чтобы гость мог ответить Пожалуйста А вопрос такой Верите ли вы сами Господин Буров В то Что вы Наберете большинство И останетесь У руководства Рижской думы Да спасибо вам Спасибо Во первых Я могу сказать Совершенно ответственно Я не разваливал думу Все что я делал За 20 лет Работая В исполнительной Власти Я наоборот Создавал что-то Это отремонтированные Объекты Школы Детские сады Театр русской драмы Дворец культуры ВЭФ И так далее И так далее Да Поэтому Разваливать Ничего не разваливалось То что я сказал Что Когда После Снятия Господина Турлайса Когда Депутаты Сняли Большинством Голосов Господина Турлайса С должности И После следующего Голосования Были исключены 4 депутата И Сасканя Было понятно То есть У Сасканя Был Сценарий Исключить Одного из депутатов И таким образом Я не буду сейчас Говорить Одного из этой четверки Я не буду сейчас Называть фамилию И остаться Тогда с 31 депутатом Они исключили Четырех Правильно Это неправильно Мне сейчас сказать Трудно Это было их решение Заслужили Не заслужили Эти депутаты Но было понятно Что 28 депутатов На этом коалиция Закончилась Ну Это было решение Сасканя Да С нашей фракцией Никто не уходил Поэтому Что сейчас говорить Что сейчас говорить Большинство в Думе Большинство в Думе Не будет ни одной партии Вы сами видели Как наш блок Выступил В 2017 году Получив 32 места Это было еще До остальных скандалов Посмотрим Что сейчас будет Я абсолютно Не исключаю Если выступит хорошо Партия Согласия Если выступит хорошо Наша партия Если мы будем иметь Стабильное преимущество Стабильный перевес Больше 30 мест Стабильно То мы можем работать вместе То есть согласием Сотрудничество Вы не исключаете Нет Я не исключаю Сотрудничество Согласием У нас нет красных линий У нас красные У нас главный критерий Работать с теми Кого Кто является патриотами Риги С нацблоком Готовы работать? Знаете Я не могу сейчас сказать Готовы не работать Я говорю У нас нет красных линий Я очень хорошо помню Время начала века 2001 год Когда партия ТЭФЗМН Бревибы Была вместе С партией Запчел В одном блоке Они работали Короткое время Работали вместе Уже может быть Где-то забыли Рижанию Но такое было вместе Еще одна Вайдера была В президиуме Вместе с Сергеем Долгоповым Добрый вечер Да, Лариса Слушаем вас Вот мне интересно Как вот эти вот Владовые Вся эта компания И сейчас Которые от вас Отошли Они Как они Объясняют Своим родственникам Соседям Знакомым Почему Вместо того Чтобы Принять бюджет Заниматься Насущными Хозяйственными Делами Они устраивают Какие-то Политические Двязги А по поводу Согласия Вы знаете У меня такое впечатление Что у них Согласие осталось Только в названии А на самом деле У них даже У себя Согласия нету Среди своих членов А уж про других И говорить Нечего Ну а Олег Буров Я считаю Что к нему Претензий Не должно быть Он же все время Работает Все время Исполняет Свои дела И до этих Дрязг Мы между прочим Не особенно Слышали Фамилию Олега Бурова То есть человек Работал на своем месте Спасибо Спасибо большое Спасибо большое Я не буду Я говорю еще раз Комментировать Другие партии Я думаю Что критично Должны все Подходить к себе И мы можем Себя тоже И должны критиковать Но как вам сказать Самое главное Это не громкие слова Это работа на город Работа для рижан И ради этого Можно идти на любые компромиссы Но когда ты понимаешь Что вот здесь интересно одно Здесь интересуют Какие-то одни схемы Здесь интересуют Другие схемы Но жизнь Она меняется Так жить Как жили С фиктивно устроенными лицами В Рига Сатекс С фиктивно устроенными лицами В Домоуправлении Вот с этими ценами Вот сейчас вот Я отстранил Правление Рига Снаму Парвалднека Я только как Был несколько недель За него ответственный За это время Отвечал за него Нил Ушаков Потом Вадим Бараника Когда Вадима Бараника Сняли с должности МИЦ Мэра Я был вот Несколько недель Ответственный Первое что я сделал Я отстранил Правление Домоуправления Рига Снаму Парвалднека И вы сейчас видите Что это было сделано правильно Неправильно другое, что их не убрали раньше. Но вы ведь 10 лет были в игре. Вы в 10 лет были в коалиции. Я в игре. Ошибка я могу вам сказать тогда, если вот 10 лет в игре. Рижская дума была разделена следующим образом. Часть департаментов и часть предприятий была за ответственность за партией Согласия и за Нилом Ушаковым. Часть за партией Готскалпут Рикой, в честь служить Рик и Андресом Америксом. И часто видя, вот работая директором департамента имущества, что у нас на самом деле создается такой, как снежный ком с деньгами. Вот вся ситуация с кредитами у Рига с Атексом, а такой вот МММ, говорим старыми словами. Я об этом предупреждал, на что мне говорили. Но это не наше. Это наши партнеры. Пусть они сами разбираются. Это кто говорил? Руководство Готскалпут Рикой? Да, да, да. Потому что, например, у Андреса Америксом в коммерческих предприятиях было все в порядке. Это Рига с Тилтамс, Рига с Мэжи, Рига с Уденс, Гетлини, Рига с Пилс, Атбумнекс, Рига с нами. А в центральном рынке были скандалы, Рига с Атексом, скандалы. Потом вот все это было. И было видно, что там финансовая ситуация такая, что они могут двигаться к неплатежеспособности. Вам говорили закрывайте глаза, потому что это наши партнеры. Нам не говорили закрывайте глаза, говорили, ты это пиши им, отмечай. Но, в принципе, мы тут ругаться не будем, это их ответственность. А вот когда взорвалась эта бомба, так мой начальник, вице-мэр Андрес Америкс, он по этическим соображениям, хотя он вообще там рядом не стоял и нигде не был виноват, он ушел в отставку, чтобы свое доброе имя, скажем, сохранить. И тот же самый Лиф Рига, Бюро по развитию туризма, это тоже никогда за него не отвечала партия «Честь служить Риге». Но вот сейчас я этим занимаюсь. Сейчас я хочу одно, чтобы там были не политические люди, чтобы были профессионалы отрасли. И я вижу, вот когда приходят профессионалы с отрасли, например, на Бюро по развитию туризма, там 70% у Рижской думы, 10% у национальной авиакомпании «Рыбалтика», у ассоциации гостиницы и ресторанов. И я вижу, что они сейчас смотрят по-другому. Они видят, что мы не решаем вопрос, чтобы там трудоустроить своих блатников, а мы на самом деле берем туда на работу профессионалов, которые вызывают уважение. И, в принципе, мне очень приятно, я вижу, как они смотрят на нас, они нам начинают верить. Мы возвращаем это уважение. В то же самое время, я хочу сказать, ни в коем случае я никогда не буду говорить, что эти 10 лет, когда блок был у власти, это был один сплошной кошмар. Нет. На самом деле отремонтированы школы, сады. И все, чем я занимался, и в основном все, что мне удалось сделать за эти годы, это было сделано тогда, когда у власти был во главе блока. Поэтому тут надо смотреть. Другое дело, что, может быть, были дисбалансы, что у нас не отремонтирована инфраструктура, и к отремонтированному музею и театру мы едем по дорогам, которые в ямах. Это другой вопрос. Но почему так получилось? Говоря об инфраструктуре, я думаю, что было неправильное планирование, очень политическое планирование. Потому что, когда начальство, политическое руководство говорит, мы хотим эту дорогу, эту дорогу, эту дорогу, и они говорят правильные вещи, им в ответ никто не возражал, что на этот ремонт нет проекта, и на проект уйдет два года. А спокойно записывали эту сумму. То есть, это авторитарная модель, это как авторитарная модель получается? Это я не могу говорить авторитарная модель. Это неправильное, непрофессиональное политическое планирование. Почему тот же департамент имущества все последние годы осваивал 97% бюджетных денег, то это показатель качества работы, а департамент сообщения около 50%. Что там хуже люди работают? Нет. Нет. Просто проблема в том, что неправильно занимались планированием. А почему боялись сказать? Вот это мне просто очень интересно. Не знаю, почему боялись сказать. Мне трудно сказать, почему боялись сказать. Потому что, естественно, нужно же смотреть нормально. Я очень много тоже и говорил, и спорил со своим начальством. У меня, извините, было пять мэров, под подчинением которым я работал. Естественно, они же не могут знать все. Они не могут быть во всем всегда правы. Им нужно показать, доказать. Да, естественно, они принимают решения. Когда они примут решение, но тут уже, как в армии, его нужно выполнять. Дискуссии быть не должно. Но до этого ты можешь доказывать. У тебя должны быть аргументы. Аргументы, причем не на уровне каких-то разговоров, абсолютно профессиональные. Ведь ты же профессионал. Ты возглавляешь департамент. Себе за это платят зарплату. Ты хозяйственник. Политик не может знать все. То есть, он не знал? Или там, как говорят? Ну, я не могу сказать. Еще раз, я не хочу сейчас никого ругать, но такая ситуация осталась, что какие-то перекосы были. Где-то было хорошо, а где-то было так, как получилось. Ну, вы считаете, что сейчас можно эту историю перегрузить? Потому что, с одной стороны, мы наблюдали созданную такую на уровне медиа, на уровне пиара историю успеха на протяжении 10 лет. Рижская дума, в том числе и партия «Честь служить Риге», которая входила в коалицию, как раз была в лучах этого успеха. Потом мы увидели быстрый развал. И что система, оказывается, была несовершенна, что был дисбаланс и так далее и тому подобное. Как вы собираетесь это перегрузить? Я вспомнил фильм Виталия Манского «В лучах солнца» про Корею, выгодил в лучах успеха, про Северную Корею. Вы не согласны с тем, что вы смотрите, как имидж Рижской думы на протяжении 10 лет создавался очень тщательно? Ну, смотрите, вы журналист. Я это видел. И вы понимаете, существовало Рига ЛВ. Бюджет Рига ЛВ был 1,7 млн. Существует Саби Дрисквата и Цибис Ноделя, Бюро по... Общественным... Общественным, да, вопросом. И у них бюджет был 700 тысяч. Миллиона 100 больше нет. Мы полностью его ликвидировали и не перевели в Рижскую думу, в Бюро по общественным отношениям. И там из бюджета вместо 700 тысяч осталось только 500. То есть у вас был свой инструмент пропаганды? Мы убрали, мы убрали многих. Я думаю, что и нет больше, я прошу прощения, так называемых троллей. Эта ферма больше уже не работает. Поэтому, может быть, такие хвалебные отзывы вы не всегда прочтете, которые готовы, которые, может быть, потом окажутся, пишут одни и те же люди. Ситуация меняется. Я считаю, что нам не нужно сделать. Народ не такой, который только читает то, что хвалебные отзывы... Но эта система же работала. Она создала определенных... Система работала, но в то же самое время Рижане-то не слепы, они видят, что происходит на улице. Можно говорить, что угодно сладко, но от этого сладко не будет. Во рту, если ты видишь неприведенную в порядок инфраструктуру, если ты видишь Дегловский и Брасовский мост, то как ни говори, что у нас все хорошо и все в порядке. Это та же история, как была с Дегловским мостом. Можно обвинять, почему его закрыли и полицию, и бюро под надзором. Но если ты сам не можешь это спланировать, тогда ты сам виноват. В данном случае, можем ли мы все это дело возобновить? Естественно, можно. Естественно, можно. И в принципе, я говорил, например, с Департаментом развития. Я говорю, почему от вас нет никаких инициатив? Потому что вы Департамент развития, вы должны показывать будущее Риге, как нам жить дальше. Они говорят, нет, нет такого, что мы не работаем. У нас много людей, фанатов этого дела, которые за эту небольшую зарплату делают, генерируют идеи. Но не было на это спроса. Наши предложения не были нужны. Ну, наверное, их начальство. Кто это там, неважно, представитель комитета, кто за это отвечал. Это другой вопрос. Но сегодня, на сегодняшний момент, они чувствуют, что их работа нужна. И они начинают работать. Поэтому еще раз, мои акценты были, есть и будут, это хозяйственная работа. Вы, дорогие рижане, избирали нас, депутатов, не по принципу, кто звонче, громче будет говорить с трибуны. Вы избирали нас за конкретные хозяйственные вопросы. Вот политика, она в Сайме. Здесь, в Рижской Думе, в любом самоуправлении, будь то Венспел, будь то Лепа, будь то Ворокляна. Но особенно, если это столица. Это конкретные хозяйственные вопросы. Но все равно ведь работает принцип, и это не секрет, что те, кто говорит звонче, те, у кого рекламы больше, мы как раз видим, что и ваши лица сейчас по Риге достаточно часто можно встретить. Я вчера ехал с Островного моста и видел вас еще, начиная с середины моста, потому что большой плакат. Соответственно, это тоже необходимый элемент? Мы можем говорить красивые слова. Вопрос рекламы, его, конечно, не уберешь, да, но кроме рекламы и пустых разговоров должны быть конкретно дела, да. На моем плакате написано «Парбаудидз Дарбос», проверен в работе, да. Но мне не стыдно за это, это не пустые слова. Но когда я называл за два года до окончания работ, что конкретный день, 18 июня, 18-м году мы сдадим эстраду в Межапарке, я говорил, если это не будет, да, я уйду со своей должности. Когда я ушел в директора департамента, мне говорили, откуда ты уйдешь? Да, я уйду из депутатов, я положу мандат, да, я ставлю эту планку высоко. Но я требую также и от других людей такой же исполнительной дисциплины. И можно говорить, это авторитарный стиль или какой. Нам не хватает сильной исполнительной дисциплины. Мы должны на самом деле работать более ответственно. Извините, у нас не частная фирма, что если мы плохо работаем, мы обанкротимся. Мы работаем на деньги налогоплательщиков, мы получаем зарплату за деньги налогоплательщиков. И вся проблема в том, что если мы будем не очень работать, мы все равно будем получать зарплату. Вроде как стыдно. Поэтому я как-то всегда старался поднимать эту планку довольно высоко. Мне по жизни везло с командой, везло с людьми. У меня никогда бы ничего не получилось в этой жизни, если бы со мной рядом не были на самом деле профессиональные люди, а не просто профессиональные люди, а те, у кого горят глаза, те, которым нравится это. Когда я 1 сентября сдавал какую-то школу, рядом со мной стояли мои архитекторы, строители. И вот открытая школа, всем говорят спасибо. Я видел, как у них буквально слезы на глазах, неважно, это парни или девушки, потому что они видели, они испытывали вот это удовольствие, счастье от сделанной работы. Видны результаты своей работы. Это-то и есть плюс нашей работы. А Золя тут такая трагедия про слезы на глазах. Ведь суд, который состоялся, один виновный. Я помню наш с вами эфир после этой трагедии, в те дни, когда вы говорили о том, что необходимо как раз найти людей, которые за это ответственны. Потом через год мы с вами встречались тоже в этой студии, разговаривали на эту тему. Там компания «Рай Андре» в частности фигурировала. И сегодня, когда мы видим результат расследования, семилетнее практическое рассмотрение дела, один виновный. Что вы почувствовали в эти дни? Знаете, трудно сказать. Я не буду сейчас говорить, что это справедливо, несправедливо. Я думаю, что пусть на самом деле суд пройдет. Это решение будет оспорено. Посмотрим дальше. Ведь мы же говорим, ну, а сколько нужно доказать людей? Пять, семь, десять. Дать им максимальный срок. Важно сделать выводы с этого. Было понятно, что ошибки конструктора, который разрабатывал эти проекты, это его главные нарушения. Все натирающие структуры, все люди, которые ставили свои подписи. Получается, что у нас человеческий фактор, в принципе, не защищен. То есть человек может ошибиться, и все те департаменты, организации, дуру. Я думаю, что здесь вопрос системы. Они бесполезны. Вопрос системы, что они проверяли, что они должны были проверять, что входило в их обязанности проверить. Поэтому я не хочу быть сейчас ни прокурором, ни адвокатом. Я жду на самом деле того, что будет дальше. Но то, что так долго шел суд, и в результате один виновный, ну, да, здесь... Но как гражданин, что вы почувствовали? Как даже недолжностное лицо, как человек просто, когда услышали приговор? Знаете, я не буду сейчас на это говорить. Я очень хочу, чтобы мы перестали работать тяп-ляп. Мы очень много работаем так на авось. У нас это осталось, не знаю, в крови еще, да? Мне казалось, что, увы, законы пишут на крови. Мне казалось, что очень многие поймут, что так работать нельзя. Не поняли? Я не могу сказать, что мы от этого вылечились все полностью. Я не могу сказать. Я думаю, что уроки Золи Туда нужно все время напоминать, и не нужно бояться напоминать. Я говорю о строительной области, о многих других областях. Я думаю, что нам еще много, из чего надо делать выводы. То есть мы не проснулись тогда в другой регии, как говорили, после этой трагедии? Мы проснулись... Мы проснулись, безусловно. Вы знаете, я очень хорошо помню, как одна девушка-школьница говорила. Мы просто к этому оказались не готовы. Все люди, я не говорю о тех людях, кого на самом деле касалась эта трагедия, да? Вообще, все общество. Мы привыкли, что у нас в стране ничего не происходит. У нас нет ни землетрясений, ни наводнений, самолеты, слава богу, не падают. Никто не погибает, взрывов нет. Мы живем тихо, спокойно, зачастую, как в болоте. И тут произошла трагедия, мы по-человечески были к ней абсолютно не готовы. Я очень хочу, чтобы мы ее помнили, чтобы мы на самом деле помнили ее, и главное, и главное, делали эти выводы. Сказать, что у нас соответствует качество проектирования на европейском уровне, я не могу сказать. Я говорю о проектировании конструкции. Сказать, что мы преодолели здесь все эти болезни, я не могу сказать. Довольно тяжело. Мы сейчас, проектируя эстраду в Межапарке, очень много раз проверяли, перепроверяли и правильно делали. Потому что наше качество проектирования строительных конструкций, а здесь именно причина в этом, еще пусть меня простят специалисты, но оставляют желать лучшего. Вот вопрос от нашего радиослушателя, пришел по WhatsApp, The Tower после золи туда тоже не заставило проснуться? Вот эти две высоты. Я не думаю, что в The Tower есть какие-то проблемы. Там было наоборот, я могу просто сказать. Там были другие вещи. Наше строительное управо всячески оказывало им содействие в сдаче в эксплуатацию, 256 миллионов вложено. И в один момент перестали отвечать на телефонные звонки, на все. И одновременно появились люди с какими-то намеками, что они могут помочь сдаче в эксплуатацию. То есть это то, что называется риск коррупции. Он там был просто яркими буквами прописан. И поэтому я и собирал совещание, поэтому об этом говорил. Нет, The Tower приняли в эксплуатацию. В The Tower не нашли никаких нарушений. Поэтому я считаю, что наоборот, сравнивать The Tower с Максимой, это, в принципе, очень опасные заявления. У нас много звонков. Успеем ли мы принять звонок, что нам скажет звукорежиссер? Попытаюсь побыстрее отвечать. Да, не успеваем. Успеваем, успеваем, говорит звукорежиссер. Да, очень коротко попросим вас задать вопрос. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Алина. Зойлевым голосом Рафальсона два месяца слушать. Вы же не один это делали. Спасибо. Да. Спасибо. Вы не будете слушать это на Зойлевым голосом Рафальсона. Во-первых, у него импозантный голос. Во-вторых, эта реклама закончится сегодня. Нет, я не это делал. Один я делал со своей командой людей. Я ими руководил. Я за это отвечал. Я искал на это деньги. Я отвечал за все эти проекты. Да, ну, я был за это ответственный. Делал это со своей командой технодзора, строителей, проектировщиков. Я за это отвечал. Я могу этим гордиться. Олег Буров до 12 часов, мэр Риги, был гостем нашей программы. Сегодня спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.